Больница номер 21, город Донецк, поселок Октябрьский. По сути, она оказалась на самой передовой. Сюда с завидной периодичностью прилетают с украинских позиций грады, мины и другие прелести артиллерии. Врачи здесь находятся постоянно. Как рассказала главная больница, не было мыслей уехать отсюда. Пострадавшие во время обстрела маршрутного автобуса номер 6 25 ноября мирные жители микрорайона Октябрьский поступили в больницу номер 21, находящуюся практически на линии огня. Вы водитель маршрутки, да? Ну, расскажите, то как произошло? Ну, нехорошо, где же по маршруту людей велось. На пересечении с улицей Макарин какого-нибудь улицы был. Взорвался чуть справа с нафтолк, взорвался соня. Врач остановился, по-русим, выходил, ложился, залегли и отбыл точку, ну, порядок 10 положили точно. Пять минут отлежали, встаем, разбегаемся, только поднялись и опять по-новому все залегли. Это вы на работу, да, вчера ехали? На работу. Как позову ты имеешься? Инна. Давно в этой больнице работаете? Да, давно. То есть вы в этом отделении работаете? В городе отделение, да. То есть к вам тоже, да, поступали раненые? Поступали. Несмотря на это, медперсонал продолжает выполнять свои обязанности и выезжать за новыми ранеными. Территория больницы регулярно подвергается обстрелам украинской армии из РСЗО «Град» и минометов. Постоянно разбиваются окна. В палаты и операционные комнаты залетают осколки. Существует острая нехватка медикаментов. А че уж у нас стекла какие-то. К саму операционную, да? Да, там побиты у нас сейчас стекла, там заложены мешками с песком. Поэтому у нас тут весело. И вчера вот такую дуру выкопали, прям по свадьбе вошла. Да, вот тут летает постоянно. Оказываем помощь, это наша работа, наш долг, мы его выполняем. Ну, вот так. Что касается всерашних раненых, можно было узнать о бывших состояниях? То есть, чтобы мы на какие повреждения не получили? Ну, характер повреждений и объем оказанной помощи является медицинской тайной. Если раненые скажут, что да, мы можем это дело выдавать в эфир, пожалуйста. Вчера четверо было доставлено раненых, двое погибли на месте. Четверо это наши сотрудники. У одной пациентки касательно ранения голени, мягких тканей, осколочная. У водителя маршрутки там ранения мягких тканей, осколочные. Женщина, пассажир на маршрутке, тоже в мягких тканях. Ранение, самое тяжелое ранение у нашей сотрудницы, там комбинированная травма. Тяжелая женщина. И еще одна была пациентка, у нее осколочная открытая, перелом в результате осколочного ранения костей перед плечью. Ее мы отправили в травматологию. Была еще одна пациентка, но она просто контузия. Поэтому тут она не госпитализирована. То есть, этого получила сколько человек пострадала? Если считать, двоих погибших, водитель маршрутки, молодой человек, мягкие ткани, женщина, мягкие ткани, медсестра наша, мягкие ткани. Контузия и восемь. Восемь человек, да? То есть, это повысит ваши сотрудники, четыре человека, то есть, они ехали на работу? Да, они ехали на работу. Там все ехали на работу. И молодой человек, которому исполнилось 23 года вчера, он погиб в день своего рождения. И он ехал на работу, только он работал здесь, где-то в электросетях. В принципе, такое время, понимаете, да? Люди едут на работу, дети идут в школу. Восемь часов утра. Ну, у всех начинается рабочий день. Ну, вот, к сожалению, не у всех он вчера начался. А пострадала только вот эта... Нет. Здравствуйте. 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 Продолжение следует...